Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновска» и я его ведущий Михаил Рассашанский. Не забывайте, это проект Олимпийского совета Ульяновской области. И сегодня мы порадуемся успешному выступлению наших паралимпийцев на играх в Сочи, поиграем с девчонками в волейбол, побываем на турнире борцов-вольников и узнаем, чем же живет накануне своего 35-летия клуб самбо и дзюдо «Мужество». И сделаем все это в компании нашего гостя, депутата городской Ульяновской думы, директора спортивной школы «Юность» Александра Виноградова. Здравствуйте, Александр! Добрый день, Михаил! Для начала расскажите, чем же все-таки гордится ваша школа? Какими успехами можете похвастать? Совсем недавно мы стали спортивной школой Олимпийского резерва. Добились этого статуса благодаря успешному выступлению нашей воспитанницы Ариадны Фроловой, которая на первенстве России по олимпийскому виду спорта плавания заняла второе место. И этот статус приобрели благодаря ей. Только ли олимпийские виды спорта у вас культируются в школе? Также мы в нашей спортивной школе есть отделение среди спорта глухих. Наши воспитанники достаточно успешно уступают, также занимаются на призовые места на всероссийских и первенствах России по спорту глухих непосредственно. То есть у нас достаточно сильное отделение именно ульяновское, одни из лучших в России. Да, действительно, наши ребята паралимпийцы молодцы. И наш первый репортаж именно о них. 13 медалей завоевали ульяновские спортсмены на летних играх паралимпийцев в Сочи. Самый весомый вклад в копилку сборной региона внесли легкоатлеты. У них сразу 10 наград. Мы доказали, что ульяновский регион очень сильный, очень сильные спортсмены, очень заряженные. И это пример для подрастающего поколения, для ребят, которые еще не пришли в спорт и которые только начали заниматься, что видно, что у нас отличная база, отличный тренерский состав. Чемпионом игр в Сочи стал Никита Кутоков. Бронзовому призеру паралимпиады в Токио для победы хватило прыжка на 7-19. Сразу три золотые медали у другого нашего героя Токио Анастасии Соловьевой, которая выиграла за беги на 100, 200 и 400 метров. 25-летняя спортсменка обошлась без личных рекордов, победив на опыте и классе. Не может быть старта без эмоций. Тогда и результата, наверное, не будет. Поэтому эмоции были. Было переживательно, волнительно, что, собственно, и подстегивало показывать результат. На примере Соловьева и Кутукова растут и их товарищи по команде. Антон Фехелов выиграл 400-метровку с лучшим мировым рейтингом. Еще у него бронза на 100 метров. А самый молодой наш талант, 18-летний Артур Швейгер, выполнил норматив мастера-международника, завоевав две серебряные награды на дистанциях 100 и 400 метров. В обоих случаях у Артура новые личные рекорды. Это все вместе роль сыграло. То есть упорные тренировки нужны были и вот уровень самих соревнований помог сосредоточиться. Приятно, но как будто ничего не изменилось. Столько усилий, а статус поменялся, а сам таким же остался. Скромность ребят украшает. Гордится своими подопечными и Алексей Михалкин. В команде заслуженного тренера России все работает как часы и по своим законам. Здесь, пожалуй, однозначный феномен Анастасии. И хочется отметить и Никиту, потому что все-таки это два лидера нашего региона, два лидера сборной. А ребята уже те, кто младше, однозначно, они большой пример для них мотивируют их. Они тянутся за ними. Ну и старшие, так скажем, их курируют и во многом подсказывают. Многоопная Светлана Волкова в Сочи взяла золото в толканье ядра и бронзу в метании диска. Еще три бронзовые награды для нашего региона на летних играх Паралимпийцев завоевали пловец Глеб Паняев. Он отличился на дистанции 100 метров брасом и баттерфляем. И тхаквандист Матвеев Фейхилов. Александр, а почему в вашей школе не развиваются такие виды спорта, как волейбол, например, или баскетбол? Он, казалось бы, бросил детям мяч, а они вот сами начинают играть. Ну, достаточно легко сказать, что бросил мяч и будут играть. Для этого нужны базы, которых непосредственно в городе Ульяновске немножечко не хватает. В нашей спортивной школе игровых залов нет. Они, в принципе, нам тоже нужны. Нужно отстраивать новые объекты современные, либо развивать предыдущие, старые, которые были. Допустим, Фок Олимп на верхней террасе. Там есть и игровые залы, и бассейны. Соответственно, если его город приобретет, либо область, мы также сможем зайти туда и развивать как игровые виды спорта, так и разнообразные изноборства и все, что может наш город. Я не зря заговорил про игровые виды спорта, потому что в ближайшие выходные Ульяновск придет чемпионат России по волейболу. И первыми в нем стартуют девушки из команды «Динамо» УЛГПУ. Все здоровы, все рвутся в бой. Так можно сказать про женское волейбольное «Динамо» из Ульяновска. В ближайшие дни команде стартовать чемпионат России, чтобы доказать, седьмое место в минувшем сезоне не более чем стечение обстоятельств, когда по разным причинам выбыли три игрока основы и доигрывать пришлось молодежным составом. В этом году стоит основная задача – зайти в тройку лидеров чемпионата России и первой лиги в тройку федерального округа. Задача, я думаю, выполнимая, потому что состав команды сбалансированный, они девочки сыгранные, я думаю, помощник, профессионализм и чувство плеча друг друга. Половина опытных волейболисток, другая половина – амбициозная молодежь. Это тоже ульяновская «Динамо». Единственное, что их роднит – тренер. Все они – воспитанница Юлии Сиротиной. Это она набирала их совсем маленькими в свою секцию и довела до уровня чемпионата страны. Самое главное – это очень много команд, где можно увидеть игроков из других городов более высокого уровня, чем я, на которых, может быть, тоже буду равняться и стремиться к этому. Это совершенно другой уровень. Там у нас и различные подъездки, новые команды. Игроки различных уровней играют, как бы, достойных, высоких. Расти есть куда. Восемь команд по волжской зоне первой лиги. Турнир растянется на несколько месяцев до февраля будущего года. Первый тур пройдет в Ульяновске в ближайшие выходные. Игры состоятся на площадке Педагогического университета. На процентов 90 команда готова. Есть, конечно, некоторые моменты, но я надеюсь, что все пройдет очень хорошо. То, что мы начинаем играть дома, это огромные еще плюс домашние стены. Нам помогут, надеюсь, будут зрители, которые придут нас поддержать. Сначала Чебоксарский «Спартак», затем Уфимский «Салават». Вот с кем сразится «Динамо» в первых матчах чемпионата России. Специалисты говорят, что именно красно-белые – главные соперники ульянской команды в борьбе за выход во второй этап соревнований. И лишь победы в этом противостоянии позволят строить медальные планы, о которых заявляет руководство «Динамовского клуба». Александр, ваш старший брат Эдуард – спортивный функционер и тренер. Это по его примеру вы в спорт пошли? Скажем тогда, непосредственно он мой пример, мой первый учитель, мой наставник. Благодаря нему я попал в единоборство. Я являюсь самым мастером спорта международного класса по двум видам – по кудо и по всестилевому каратэ в бытности. Чемпион, вице-чемпион мира Европы. Благодаря ему наш город вообще славится своими единоборствами, своими талантами. У нас есть яркие примеры, такие как Лёзин непосредственно, Казаков. Также борцы наши, очень достаточно серьезные, очень сильные чемпионы мира, чемпионы Европы. И также победители и призеры Олимпийских игр непосредственно город Ульяновск и Ульяновской области – это, я думаю, кузница единоборцев. Действительно, единоборцы – это сильный конек всего ульяновского спорта. Вот и недавно на борцовском ковре выясняли отношения борцы-вольники. В Ульяновске прошел юбилейный 10-й турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта Советского Союза Рашида Алтынбаева. Эмоции тренеров бьют через край. Жарко на борцовских хаврах Фока Орион. Она должна быть так. Без этого жизни не бывает. Тренер – один из святых людей, который воспитывает поколение. Титулованный наставник из Дагестана уже воспитал целое поколение чемпионов. Тагир Тагирович вырастил чемпионов мира и Европы, участников Олимпиады, не покладая рук, троится опытный наставник и сейчас. На турнир Алтынбаева Шахбанов выставил пять молодых ребят, трое из которых стали чемпионами. Настоящим чемпионом в спорте был и Рашид Алтынбаев. Память Рашида – это святое, наверное, потому что Рашид Мухаммедович почти вся Россия, все зарубежье знает, дальние зарубежья знает. Сам боролся, чемпион в тяжелом весе был, его никто не мог победить. Первые три турнира друг и соратник Алтынбаева Мухарям Садыков проводил по собственной инициативе, на свои деньги. Позже турнир набрал популярность. В 2019 году в Ульяновск приехали почти 500 спортсменов. Соревнования приобрели статус международных. Хрупные люди, они все добрые. Он был очень добрый, он был очень гостеприимный. Он всегда как приезжал, и у него дома бывали, и здесь на соревнованиях он всегда на высшем уровне встречал. Рашида Алтынбаева помнят и чтят. На турнир в Ульяновск всегда едут с большим удовольствием. В этот раз у нас гостили 225 юных борцов из Дагестана, Татарстана, Мордовии, Мариэлла, Дмуртии, а еще и Самары и Тольятти. Сегодня у нас 10-й, будет и 20-й, будет и 30-й турнир. И мы будем все делать лучше, лучше, еще лучше. И мы будем приглашать Иран, Абхазию, Чесню, Грузию, Армению, Азербайджан. География турнира растет. Растет и мастерство парней и девчонок. Ну а лучшими в этот раз стали ульяновские борцы. У них 22 медали, 5 из которых золотые. В победителях Никита Юриков, Кирилл Бурмистров, Светлана Романова, Степан Кривушков и Рамиль Емеков. На примере отца вырос и Алтынбаев-младший. С малых лет уже смотрел фотографии, смотрел его медали, смотрел его дипломы. Уже вот этим заражался, хотелось тоже, чтобы у меня тоже такое было. Ну, получилось вроде бы, да, достичь определенных успехов. Ну, конечно, это при большом его вкладе. Фундамент Рашид Алтынбаев заложил прочный. Еще много чемпионов и просто хороших ребят вырастет этот турнир в Ульяновске. Александр, сейчас вопрос к вам как к депутату. Как нам увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом, если в последний раз спортивная школа в нашем регионе была открыта 20 лет назад? А по обеспечению спортивными площадями Ульяновская область далеко не самая первая. Да, достаточно острый вопрос на сегодняшний день. И им занимаются как профильные ведомства, Министерство спорта, Управление спорта. Действительно, в Ульяновске не хватает площадей для тренировок, не хватает для разных видов спорта, так и для единоборств, соответственно. Мое мнение, нужно выстраивать, делать стратегию по развитию этой отрасли, по строительству необходимых залов. Потому что город разрастается, количество людей, которые хотят заниматься спортом, становится все больше. Есть стратегия к 2030 году увеличить 70% населения для того, чтобы они занимались физической культурой и спортом. Для этого нужны площадя. Я думаю, может быть, выстраивать в каждом микрорайоне, открывать спортивные секции, открывать новые спортивные фоки. Но это нужно выстроить стратегию, грамотное планирование. И должно к этому все прийти. Я думаю, мы будем работать в этом направлении. Ну что ж, а пока многие спортсмены наши занимаются в непредпособленных, на первый взгляд, подвалах. Главное – поставить цель. Именно так почти 35 лет назад в Ульяновске родился клуб дзюдо и самбо «Мужество». Нет ничего постоянного, чем временное такое впечатление, что Казьма Прутков сказал это про Ульяновский клуб самбо и дзюдо «Мужество», что расположился в цокольном этаже одного из домов по улице Гагарина. В 1988 году молодому тогда тренеру Николаю Митину и его воспитанникам предложили несколько помещений на время, пока не построят просторный спортивный комплекс. Мы даже здесь начинали с фундамента, когда его строили, в принципе, строй. Я даже с мальчишками приходил сюда, это не преувеличено, таскали кирпичи, таскали песок, и полы перекрывали, все это сделали, даже с помощью. А потом уже до конца довели все основание. Большой фок для Митина и его ребят так и не построили, но никто не в обиде. Обустроив подвал под свой уютный клуб для тренировок, спортсмены остались здесь на долгие годы. Все это время «Мужество» – такое название почти сразу придумали клубу – работал в двух направлениях – самбо и дзюдо. Для вот таких маленьких, которые здесь есть, им, наверное, без разницы, где самбо и дзюдо. А вот уже когда мальчишки вырастут, лет 15-16, будет направление в дзюдо, больше тяга будет или в самбо. А маленьким пока без разницы. Ныне «Мужество» – это главная точка, где собираются ветераны ульяновского дзюдо и самбо. По три тренировки в неделю, минимум. Именно здесь ветеранская команда готовилась к домашнему первенству России, которое прошло минувшим летом в Ульяновске. И все же главные действующие лица «Мужества» – дети. В нескольких группах у Николая Митина занимается около 200 мальчишек и девчонок дошкольного и школьного возраста. Мне дедо дает силу. Я раньше был очень слабый, а теперь я стал сильным. Здесь хороший тренер, здесь хорошие друзья, здесь учимся новому. Когда-то в клубе «Мужество» работали пять тренеров. После различных реформ спортивной отрасли большинство наставников ушли в другие, более просторные залы. Возиться с детьми остался, по сути, один митинг. Сегодня ему уже за 60. Он уже на пенсии. Но каждый день снова и снова приходит клуб, который построился со своими воспитанниками 35 лет назад. И жалко бросать, сколько вложено здесь. И сейчас вкладываешь своими руками, сколько приходится делать. Это бросить – это уйдешь. Не буду говорить, но, наверное, сразу все заглохнешь. И все же есть вера, что митинский клуб будет жить еще очень долго, как лучик надежды, воспитанница Николая Николаевича Екатерина Купцова. После окончания спортивной карьеры она не просто осталась в Ульяновске, но и пришла работать в родной клуб, чтобы продолжить дело своего наставника. Увы, но время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный мастер спорта международного класса, реальный депутат Ульяновской городской думы, реальный директор спортивной школы Олимпийского резерва «Юность» Александр Виноградов. А с вами был «Реальный спорт Ульяновск». Встретимся через пару недель. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин